Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Медведев и я являюсь основательным сайта Каноэ Спорт. Сегодня у нас очень крутое видео, потому что в гостях у нас будет бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребле на Каноэ Илья Штоколов. Привет, спасибо тебе большое. Спасибо, что приехал. На самом деле Илья уникальный спортсмен, конечно же, он является бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом России многократным, а также уже около 20 лет Илья находится в составе сборной команды России. Каким-то своим опытом поделишься, расскажи, что мы сегодня с тобой будем делать. Привет, Сергей. Еще раз спасибо, что пригласил. Сегодня мы постараемся провести тренировку на грибном тренажере, какие-то рассмотрим основные моменты, поучимся грести на нем правильно и перейдем в бассейн, попробуем отработать какие-то технические элементы грибка. Отлично. Ну что, друзья, у нас все готово. Давайте начинать. Поехали. Брендель тоже это делает. Нафига он это делает? Ну вообще, вот это вот упражнение зачем? Ну ты немножко тянешь широчайшую тут, получается, бок свой растягиваешь. Слушай, ну как-то, не знаю, как-то попробовал с этим колесиком, ну и зашло это упражнение. Пробовал с веревочкой какие-то утяжелители вешать на весло. Как-то зашло. Как-то после вот этого подводящего упражнения на воде себя полегче чувствуешь. То есть ты как-то здесь, получается, растягиваешься, правильно? Да, растягиваешься здесь, видать. Не знаю, за счет чего, может быть, какой-то жесткой опоры. Потому что ты опираешься на пол, какие-то другие чувства на воде появляются. То есть, по сути дела, это просто палка и колесико, да, с ручкой? Да, палка, косер и колесико самодельная такая штучка. Не знаю, тут... Ну, ты для себя ловишь какие-то основные элементы. У каждого свои есть. Кто-то коленочкой немножко начинает там где-то акцентировать движение. Кто-то наваливается на верхнюю руку больше. Кто-то больше стоит плечиками. Кто-то ножкой прорабатывает. То есть каждый сам свои моменты отрабатывает здесь. Тренажер помогает нам рассмотреть свои основные ошибки и постараться здесь исправить. Так как на тренажере у тебя нет здесь сбивающих факторов. Здесь нет ветра, волны. То, что грипп сам очень сильно мешает. Бывает какой-то боковой ветер, встречный ветер, попутный ветер. Где-то катер проехал. Кто-то на тебя ругнулся там. Следишь четко за руками. Ты их можешь четко зафиксировать. Также тебе ничто не будет мешать. Жестко фиксируешь ноги, корпус. Посильнее где-то закручиваешься, разворачиваешься. Опираешься также на весло и протягиваешь. Почувствовать опору. Но мы не тянем на руку. Не прихватываем. Руки у нас как сопровождающие. В основном мы подъезжаем ногами. Ногами, корпусом подходим к веслу. У байдарки что, у канои нет такого, что мы гребем руками. Нет, мы не гребем руками, мы гребем ногами и корпусом. Разворотом корпуса и ногами подходим. Все. И следим за верхней рукой, чтобы она у вас не завалилась ни вправо, ни влево. Опираемся, жестко ставим. Подъезжаем ножками к веслу. Весло там, ножки подъехали. Весло там, ножки подъехали. Все. Также не забываем вставать корпусом. Фиксируем ноги, корпус. Напрягаем пресс, спину. На грибке мы вдыхаем. На захвате вдыхаем. Важно при работе в бассейне стать как можно ниже к воде. Так как в лодке же мы сидим ниже уровня воды, то есть чем ты выше, тем тебе сложнее перенести эти чувства в лодку. Здесь даже сейчас выше, но мы тем не менее все равно близко к воде. Чем ты ближе к воде сидишь. Если бы у нас вода сейчас была здесь, то это было бы, наверное, идеально. Так как ты лодку загружаешь, ты же садишься ниже уровня воды. Соответственно, меняются чувства. Сначала вход весла в воду. Вот он нарабатываем. И подхват коленом. В грибке важно, как ты только зацепился, сразу же схватить коленом лодку и продвинуть ее вперед. Для этого мы, наверное, и гребем в бассейне, чтобы почувствовать плотность. Плотность на захвате. Уделяем внимание входу весла в воду. Туда подальше захватиться. Также войти под 45 идеально. А переза и подхватить ножкой. Подхватить коленом. Кто-то работает на начало, чтобы именно вот этот вход в начало и подхватывание колена. Кому-то это важно. У кого-то проводка слабенькая. Кто-то работает над проводкой, над силовым грибком. Также берет весло, там где опора посильнее, пожестче. Также прорабатываешь ее на плоту. Не забываем, что весь грибок у нас происходит впереди. То есть мы захватили начало, провели буквально до передней ноги и пошел вынос. Не нужно там дотягивать, здесь уже делать нечего. Сильно ты-то лодку не продвинешь от этого. Все усилие на начале. Илья нам рассказал какие-то основные моменты, как работать на тренажере, как работать в грибном бассейне. Поэтому пользуйтесь обязательно и задавайте вопросы в комментариях. Конечно же, не забывайте подписываться на Илью в Instagram и на наши соцсети. Друзья, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и до новых встреч. Все на гребле. Спасибо большое, Сергей, еще раз за приглашение. До свидания. Буду ждать нового приглашения. Субтитры сделал DimaTorzok